Время собирать камни на этом поле уже прошло. Теперь здесь собирают большие урожаи. На месте бывшего карьера по добыче галечника, аграрии Курганского района решили выращивать кукурузу. Необычную технологию показывают Венемину Кондратьеву. Поля с зерновыми культурами тут просто усеяны мелкими камешками. Использовать земли как сельскохозяйственные удалось только после внедрения современной системы орошения. Специалисты такой способ называют ирригационным. Виноградная лоза обычно, там каменистая почва, потому что считается, что лоза должна страдать, чтобы было хорошее качественное вино. Но чтобы кукуруза должна страдать, чтобы была хорошая сладкая кукуруза, я еще такого не слышал и не видел. Вот первый раз вижу, чтобы вот на такой почве, а это почвой не назовешь, растет кукуруза. Вокруг нашего предприятия много земель, которые не обрабатываются никем, потому что люди не могут рисковать и идти на это. Мы раньше получали урожай на здесь 25-30 центнеров. После введения этих сейлок и системы полива, вот орошения круговые машины, мы сегодня кукурузы получаем 100 центнеров с гектара. Галина, ухожу, хорошего хозяина, наверное, и даже камни родят, как говорится. Это уже сегодняшняя технология выращивания кукурузы, и вы их применили. Это, наверное, честь вам и хвала. Выращенный урожай в качестве основного сырья идет на кондитерскую фабрику, и собственные муки здесь делают печенье и их фирменные крикеры ожидания. Кстати, название себя оправдывает, чтобы приготовить их понадобится не один час. В соседних цехах мармелад, рахат, лукум и зефир стоит только удивляться, как при таком изобилии сотрудницам удается держать себя в форме. В год предприятие выпускает до 20 тысяч тонн сладостей, а могут еще больше, заверяет директор. Нездоровую конкуренцию им сегодня составляют заводы, которые работают в тени. А сегодня, еще раз подчеркиваю, они в белую не могут скурировать с теми, кто работает в серую. Абсолютно невозможно. Вот это максимально объявить сегодня бой тем, кто сегодня пытается делать серую подпольную экономику. Нам не нужна эта серая подпольная экономика, потому что ничего хорошего на не стрелюсь в целом ни экономике края, ни тем людям, которые работают на этих серых предприятиях. Наращивают объемы и местные фермеры в тепличном хозяйстве. И во всех смыслах жаркая пора, вот-вот доспеют томаты. Пока настоящее кубанское лето еще не совсем наступило. Управлять климатом помогают самодельные печки. А вот вопрос с отечественными семенами оказался решить сложнее. Семена-то помидоров импортные или сакаты. Жаль, обидно, но тут рынок, мы не можем ничего сделать. Хозяин, мы видим хозяина, мы видим эти теплицы, мы видим подход, что сегодня он говорит о субсидиях. Но субсидии ему нужны не для того, чтобы свести концы с концами, а чтобы идти в завтрашний день. И он строит теплицы, понимая, что ему принесут прибыль. Но гармоничном завтрашнем дне можно говорить только тогда, когда у нас все будет свое, собственное. То есть мы будем максимально независимы ни от импортных семян, ни от импортных материалов. И тогда мы можем гарантированно сказать о том, что мы сможем защитить наш внутренний рынок и региональный рынок страны. За последние два года район изменился не только внешне. По многим вопросам сегодня муниципалитет вырвался в лидеры. Уже на встрече с Активом Янин Кондратьев говорит, чувствуется хозяйский подход. В район потянулись инвесторы, стали охотно вкладывать деньги в развитие городов и станиц. Муниципалитет сделал большой прыжок и по объемам инвестиций переместился с последней 44-й строчки рейтинга на 29-ю позицию. Может быть показали то, что мне надо показать. Но то, что я увидел, я уверен, это не отдельно взятые экземпляры. Это сам подход людей, которые живут в Курганинске, в Курганинском районе. Вы сегодня остановили наращивание госдолга, а еще и пусть на чуть-чуть. На чуть-чуть, но его уже сократили. Это значит правильные управленческие решения. Это значит правильный расклад сегментов этой самой экономики. Значит правильная поддержка тех, кого нужно поддерживать. И не в пользу крикунов, а в пользу тех, кто умеет работать и зарабатывать. Изменения в социальной сфере. Строятся детские сады, там больше нет актуальной очереди. Повышается зарплата учителей. Открывают новые школы дополнительного образования. Но преображение, кажется, заметили не все жителям. На встрече рассказывают губернатору. В домах нет ни газа, ни воды. При этом добавляют, что живут на дачах. Вениамин Кондратьев недоумевает. Обосновавшись в домах, которые не предназначены для постоянного проживания, теперь горожане требуют благ цивилизации. Мы сперва в дачках поселились. Теперь говорим, дачки в дома превратили. А в дачках-то все равно улочки-то прежние остались. А теперь мы говорим дальше, дайте то, третье, а потом, скажем, детские сады, дома, поликлиники и тому подобное дайте. А куда это же дачный поселок-то изначально был? А теперь власть во всем виновата не дает. Вы покупали дачу. И теперь никаких претензий быть не может, потому что вы дачу там и купили. Или построились в дачном поселке. Принцип все равно объективности, он должен присутствовать. Мы пытаемся всем создать комфорт. И мы, как можем, исходим все равно из своего бюджета. Но он не резиновый. За каждым решением нужны деньги. Не просто копейка, а где-то рубль. А где-то и миллионы. А где-то уже миллиард. Будущее любого города и района зависит от экономической, социальной стабильности. Нужно открывать новое предприятие и создавать рабочие места. Тогда и молодежь не будет стремиться в большие города, считает Вениамин Кондратьев. И ставит оценку местным властям. Курганьский район старается и делает свои уверенные шаги в этом направлении. Елена Касабова, Мария Крошина, Алексей Комаров и Денис Москаленко. Кубань-24, Курганьский район.